Малиновые пиджаки, шестисотые мерседесы и золотые цепи. Это была эпоха абсолютного бандитского могущества. Бакланий заря не будет, чтобы было все зачепато. До вас, пацаны. Его боялись мелкие торговцы и руководители огромных предприятий. Он был хозяином миллионного города. Но однажды против него восстал его лучший друг. Перестрелки на улицах, в жилых домах и даже в больницах. Нам удалось доказать более двух десятков убийств. Жилка против чайников. Хайдар против дракона. История крупнейшего противостояния двух преступных империй. Гангстерские войны. Проект особо опасен. Первая серия. Смотрите прямо сейчас. Вы видите кадры оперативной съемки. Свидетель, он же обвиняемый, дает показания. Обратите внимание. Этот человек в черной маске. Его лицо невозможно рассмотреть. За его жизнь опасаются не только родственники, но и сотрудники прокуратуры. В 2001 году за жизнь этого человека предлагались огромные деньги. Пять миллионов долларов. Сегодня мы можем назвать его имя. Это Алексей Снежинский по кличке Снежок. Он профессиональный киллер. На его счету не одна человеческая жизнь. Но благодаря показаниям Снежка удалось обезвредить крупнейшую бандитскую группировку России. И сегодня этот человек расскажет всю правду. Здравствуйте. В эфире программа «Особо опасен» и я, Сергей Авдиенко. Многие задаются вопросом, почему бандиты с золотыми цепями на шее и сегодня в наши дни демонстративно разгуливают на свободе. Куда смотрит милиция? Почему их нельзя арестовать всех в один день и отправить за решетку? Но мало кто знает, с каким огромным трудом собираются доказательства против лидеров организованной преступности, чтобы дело не рассыпалось в суде. И сейчас у нас на связи следственный изолятор города Казань. Я обращаюсь к бывшему наемному убийце Алексею Снежинскому. Именно с его ареста начался разгром знаменитой банды «Жилка». Алексей, вы по-прежнему считаете, что разгрому вашей группировки в большой мере способствовала настоящая гангстерская война с противоборствующим преступным кланом? Ну все уже ездят давным-давно на Мерседесах, наша славная милиция ездит все еще на бобиках, правильно? Там они просто сделали ход конем. Они просто сами помогали. Раз уж эти сами между собой столкнулись лбами, начали воевать, ну они просто помогли. То есть вы считаете, что правоохранительные органы просто грамотно воспользовались войной между криминальными кланами в своих интересах? Ну как в своих интересах? Не в своих интересах, в интересах общества. В большом счете. Спасибо, понятно. Гангстерские войны. Это понятие пришло к нам из Америки 30-х годов. Но с развалом СССР и на наших улицах зазвучали выстрелы и автоматные очереди. 1994 год. Ноябрь. Казань. Вооруженные сотрудники милиции затаскивали в служебный УАЗик двоих человек. Задержанные вели себя странно. Кричали, что всех поувольняют, как только выйдут из отделения. Через несколько часов из машины без номеров неизвестные выбросили два изуродованных тела. Это были те самые люди, которых якобы задерживали милиционеры. Преступники, переодетые в милицейскую форму, не сразу убили своих пленников. Перед смертью их жестоко пытали. Когда милиционеры, на этот раз настоящие, прибыли на место происшествия, то сразу опознали убитых. Ими были известные в криминальной среде авторитеты. Ближайшие помощники Хайдара Закирова по кличке Хайда. Лидера крупнейшей казанской группировки Жилка. Никто не догадывался. В режиме строжайшей секретности правоохранительные органы уже давно собирали информацию о Жилке и ее лидере. Специально сформированная оперативно-следственная группа тщательно отслеживала каждый шаг Хайдара. В конце 80-х годов в Казани действовало более 40 молодежных группировок. Свои названия они получали по территориальному признаку. Например, Жилка располагалась на территории микрорайона Жилплощадка. Банда Московский двор соседствовала с Московским райпищеторгом. Каждый квартал Казани получил свое неофициальное название. Справа у нас остался Хайдарский двор, который ранее показывали. Сидев через дорогу начинается Бочинский, далее за ним Средний, потом следует Фашистский, Московский двор. Хайдар решительно и беспощадно боролся за первенство. Самая известная драка казанской молодежи получила название «Ледовое побоище». На бой близ острова Лебяжей вышли несколько тысяч человек. Организатор столкновения Хайдар Закиров, он же Хайдар, одержал победу. Остановить побоище удалось лишь после вмешательства полка конной милиции. Хайдар стремительно подчинял своей власти один район за другим. Группировка Жилплощадка превращалась в невиданного доселе монстра. Само по себе группировка Жилплощадка занимает небольшую территорию города Казани. Всего три улицы. Вот здесь наглядно видно, вот на фоне села карты города Казани. Вот этот участок местности, это и есть территория группировки Жилплощадка. А со временем Группировка Жилплощадка, она под свое влияние присоединила еще 18 группировок. Это привод от этой территории, что составил и оплот коалиции. Богатейшее казанское предприятие, завод «Оргсинтез», находилось в непосредственной близости от дома Хайдара на улице Гудаванцева. Оно стало платить дань Жилплощадка одним из первых. В последствии, при окончании сделок и получении продукции, значит, бандиты имели с этого 20% от стоимости полученной продукции. Как правило, директора соглашались платить после первого же разговора с Хайдаром. Неизвестно, что именно он говорил руководителям заводов, но после встречи с лидером Жилки, они выходили из кабинетов, бледные как полотно. В общаке Жилки скапливались астрономические суммы – десятки миллионов долларов. В октябре 94-го года в санатории Яльчик республики Мариэл состоялась сходка казанских авторитетов. Хайдар потребовал создания общей кассы всех группировок Казани. В результате преступный мир Татарстана разделился на два лагеря. Идею Хайдара безоговорочно поддержали группировки Кинопленка, Караваева, Воровского, Сухая река. Категорически отказались создавать единый общак 16 казанских банков. Самыми ярыми противниками Хайдара стали лидеры ОПГ «Грязь», «Низы», «Чайники» и «Адмиралтейская слобода». Оппозицию Хайдар возглавил лидер ОПГ «Чайники» Дракон. На сходке он поставил резонный вопрос, почему общегородской общак Казани должна контролировать Жилки. Хайдар понял, что нажил себе смертельного врага. Кафе «Мозаика» традиционно контролировала группировка Жилка. Оно было излюбленным местом отдыха местных братков. Внезапно мирный отдых крутых парней прервался. Заходят к лидерам, сначала проходят барные стройки, то есть уже сразу оценят ситуацию, обстановку, и ничего не заказывают, сразу оборачивают, начинают сострелять из пистолета. Жилка нанесла ответный удар. Бойцы группировки, посмевшие бросить вызов Хайдару, не успели достать оружие. Хайдар и дракон. Для этих лидеров организованной преступности человеческая жизнь не стоила и ломаного гроша. И сейчас я снова обращаюсь к Алексею Снежинскому, бывшему наемному убийце из банды Жилка. Алексей, как вы можете охарактеризовать Хайдара как человека? Как человека? Ну, всех там под себя подминает. Такой человек был, как я знаю, властный человек был, жесткий человек был, дисциплинирный человек был. Не пил, не курил и всех так строго содержал. Как вы считаете, когда лидер противоборствующей группировки Дракон принял решение бороться за единоличную власть над Казанией? Ну, я так думаю, это мое мнение, что он даже все придумал для себя. Что уже надо собирать молодежь, как это будет мозг, а молодежь будет в руке. Спасибо. А между тем, когда-то Хайдар и Дракон считались закадычными друзьями, в юности они даже вместе отбывали наказание за хулиганство. Далее в программе. Италия, Америка, Россия. Сценарий мафиозной войны везде одинаков. Дон Корлеон. Бывшие друзья и смертельные враги. Теперь они защищают не только себя. Под прицелом снайпера их жены и дети. Гангстерские войны. Проект особо опасен. Первая серия. Смотрите продолжение через несколько минут на канале НТВ. Бойцы жилки это не просто крепкие ребята. Лидер группировки Хайдар годами готовил их к предстоящей гангстерской войне. Каждую неделю парни собирались на так называемые сборы. Кровавое противостояние двух бандитских кланов.